В многом жизни это лотерея выигрышев, которые распределяет судьба. Если сильно захотеть, то все исполнится. Житель Карачаева-Черкесии загадал желание. Отправил видеообращение на прямую линию с Владимиром Путиным. И мечта семиклассника Семена Морозова и села дружба сбылась. Светлана Шаганова расскажет подробнее о счастливом обладателе четырехлапого подарка. Еще в декабре Семен Морозов увидел по телевизору анонс прямой линии с Владимиром Путиным. И решил записать видеообращение через приложение «Москва Путину». Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Морозов Семен. Я проживаю в городе Черкесск, Карачаева-Черкесская республика. Я бы хотел у вас попросить собаку. Зачастую дети мечтают не о мешке с деньгами. Просьбы гораздо проще – хочу кошку или собаку. И желание Семена вполне объяснимо. Щенок породы сибирских хаски успешно приехал в Карачаево-Черкесию. Как дорогу песик перенес? Прекрасно. Спал на подушечке. Собачку торжественно вручили представители регионального народного фронта. Так как все обращения, поступившие на имя президента, лидера ОНФ, передаются в народный фронт для дальнейшего решения. Найти хорошего щенка было непросто. Как рассказывает Людмила Капушева, заводчика собак породы сибирских хаски нашли в Армавире. Длительное время пришлось поискать подходящего щенка, действительно нужной породы, со всеми необходимыми документами, привитого. Вы видите, что это из питомника, такого уже проверенного. Мы отрабатываем все эти обращения совместно с органами власти, совместно с некоммерческим сектором, совместно с волонтерами. В данном случае партнером нашего сегодняшнего замечательного мероприятия стало общество «Чистый город». Большое им за это спасибо. Щенок немного волновался, ведь ему всего один месяц. Семен, находясь под впечатлением, рассказывал гостям о том, как давно мечтал о собаке и как втайне от родителей решил обратиться к Путину. Долго я придумал, что скажу, записал я утром и сказал, «Владимир Владимирович, можно, пожалуйста, мне собаку, хаски?» И Владимир Владимирович исполнил твое желание. Да. Мне позвонили через два месяца, сказали, «Семен, это ты обращался?» Я сказал, это я, было очень волнительно. Спасибо огромное, Владимир Владимирович, мы за вас. В доме у Морозовых из животных кот и кошка. От такого количества гостей и паскуливания, выпучив глаза, они явно искали пятый угол. Но, как считает сестра Семена, скоро они подружатся. Александра тоже мечтала о собачке. И, как говорится, счастью не было предела. Хозяйка питомника «Южная стая» Татьяна Донская дала рекомендации по уходу за щенком. Сибирские хаски. Собака очень активная. Вы должны к этому быть готовы. С ней очень много надо гулять. Воспитание никто не отменял. Хаски всегда хотят быть лидерами. Но главным должен быть хозяин. Только тогда можно рассчитывать на тандем. Семен уже посмотрел немало роликов по уходу за хаски и готов воспитывать, выгуливать и дрессировать. У хаски очень добрый характер. Они приспособлены к любой тяжелой работе. Они очень выносливы. А главное, представители этой породы – верные спутники и компаньоны. Светлана Шаганова, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Из Дружбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...